Орден Красной Звезды. Спустя 73 года после победы Великой Отечественной удостоверение к награде получили родственники героя. Наш земляк Яков Инидиоркин доблестно сражался на фронтах белорусского направления и чуть-чуть не дошел до Берлина. Как удалось найти давно утерянную награду, узнал Рифат Фаткулин. К сожалению, награду нашла уже не самого героя, а его детей и внуков. Яков Андреевич Инидиоркин, уроженец деревни Петеркино Красночитайского района, ушел на фронт, когда ему было 34 года. Служил лейтенантом, командиром пушек стрелкового пинского полка. Дважды был ранен, но возвращался в строй. Погиб в начале апреля 45-го при фальсировании реки Одер. Уже люди ждали, что конец войны, что уже вот-вот-вот-вот. Все, наверное, думали, что война закончится, что все вернутся к семьям. У дедушки тоже четверо детей было. Он, наверное, с такой надеждой уже думал, наверное, все, Германия, река Одер, скоро дома буду. И такой, ну, родина не забыла. Награды есть, а эти награды для нас очень дорогие. Орден Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени. Теперь и Красные Звезды. Восстановили историческую справедливость поисковики клуба «Набат» 57-й Чебоксарской школы. Именно им удалось разыскать копию наградного листа о представлении Якова Андреевича к званию Героя Советского Союза, которое командир батареи так и не успел получить. У дочери Раисы Яковлевны наворачиваются слезы на глаза. Последний раз своего отца она видела, когда ей было семь лет. Мы очень-очень рады, что у нас мама такая, уже и возраст есть, 84. Вот на старость лет она, считай, не видела отца своего. Если бы отец был бы живой, они бы по-другому, может, жили. Вот эти награды, вот это удостоверение она на руки взяла. Для нее как будто вот такой, как золото. Она берет, у нее руки трясутся. Вот подарок, самый дорогой подарок, мне кажется, отцовский подарок, что ли, можно сказать. Полученную награду как главную семейную реликвию будут бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика.